Сегодня в программе. Назад. Не стоит искать предков этих собак в Австралии. На самом деле австралийская овчарка родом вовсе не из Австралии. Эти погонщики скота были выведены в США. Темное прошлое этой породы помогает им в жизни. Надо заставить этих собак работать, ловить диск, ловить мяч. Это лучшие собаки во всем мире. Они могут учуять даже самых маленьких и затерявшихся овец. Хорошая девочка. Извините на термитов. Видите? Панчо, стой на месте. Правая рука ковбоя-поэта и его лучший друг. Он щенок Гая, а Гай его друг. Австралийская овчарка. Все о собаках. По названию можно многое сказать, но не всегда. Назад. Главная работа австралийской овчарки — охранять овец. Эдис Коко. Они отличные сыщики. Назад. Хорошо, молодец. Первая часть названия породы не совсем верна. Хотя они не называются австралийскими овчарками, но на самом деле они имеют американские корни. Ковбои вывели эту породу еще в 19 веке. Прародителем этой породы была маленькая дымчатая собачка, которую бакские пастухи привезли с собой в Америку, до этого посетив Австралию, где покупали овец. Таким образом объясняется странная связь этой породы с Австралией. Американским скотоводам понравилась ее дымчатая шерсть, камня. И они скрестили эту породу со всевозможными пастухими собаками, включая дворняк, породистых европейских собак и парочку бобтейл. Сегодня Австралий все еще может похвалиться пушистым хвостом. Иди за овцами, вперед. И страстным слежением за овцами. Эта порода также предана хозяину, как и Коли, только австралийцы спокойны. А они тоже охраняют стадо, то есть защищают его от хищников. Больше всего любители Келпи гордятся тем, что эти собаки всегда отличаются трудолюбием. Хорошая девочка, молодец, умница. Назад, Кэти, назад, назад. Несмотря на свои названия, официально они не считаются чисто австралийской породой. Это произошло потому, что развитие породы происходило в США. Даже собаки американских индейцев могли бы участвовать в становлении этой породы. Различная краска и разноцветные глаза говорят о примесях разных пород. Рич, иди сюда, ко мне. Собаковод и скотовод Эрнст Хартнегл говорит, что яркие глаза Келпи уже давно считаются легендой. Когда индейцы впервые увидели голубоглазых собак, они прозвали их собаками с глазами призраков и считали их священными животными. Согласно легенде, цвет глаз может повлиять на физические способности Келпи. Разница проявляется только при ярком солнце. У голубоглазых овчарок появляются проблемы со зрением, а у кореглазых нет. Но как только солнце садится, голубоглазые начинают видеть лучше, чем кореглазые. Несмотря на подобные проблемы, эта порода с удивительными глазами славится своей наблюдательностью. В 50-е годы 20-го века один любитель австралийских овчарок привлек к этой породе внимание общественности. Дрессировщик, выступавший на родео, Жей Сислер, на примере трех своих собак продемонстрировал всем их умыспособности. Всегда рядом с хозяином, яркая команда, которая могла бегать кругами вокруг других собак на родео. Шорли, Стаби и Квинни стали самыми знаменитыми австралийцами. Но и сегодня многие овчарки мечтают повторить их подвиг. Эре предсказывает такое яркое будущее, что ей нужно носить очки. Она занимается серфингом, и когда катается на волнах, то рассчитывает свои движения, чтобы не замочить очки. Это ей не нравится. Эра – живая легенда среди австралийских овчарок. Для нее жизнь – это пляж. Она готова летать. Эра – чемпион по ловле дисков фризби. А Лоуренс Фредерик – ее официальный партнер. Три года подряд она выигрывала этот чемпионат. Это национальный пляжный чемпионат по ловле дисков фризби среди собак. Знаете, обычно этим занимаются люди, но сейчас это привилегия собак. Вся жизнь этих собак сосредоточена на игре в фризби. Этим собакам надо ежедневно чем-то заниматься. Они занимаются этим не только потому, что хотят порадовать нас, но еще и потому, что именно это делает их по-настоящему счастливыми. Только так они могут насладиться жизнью. Австралийские овчарки каждый день нужны активные упражнения, так же, как и всем служебным собакам. Если она не охраняет стадо, то должна играть и выпускать энергию. Серьезная игра во фризби очень им нравится. Там столько собак с большим потенциалом. И поскольку это гиперактивные собаки, люди, живущие обычной спокойной жизнью, не знают, как с ними обращаться. Для хозяев, ведущих активный образ жизни, Келпи настоящая находка. Познакомьтесь с Доной Шей. Вот уже 17 лет она кидает диски, поэтому она приобрела себе отличного друга, австралийку по имени Сумасшедшая Кода. Вчера Коде исполнилось 7 лет. Я начала дрессировать ее, когда ей было всего 8 недель. Сегодня Кода одна из фавориток. Но когда дело касается соревнований на пляже, она слегка волнуется. Я никогда не принимал участия в соревнованиях на пляже, но Кода трижды участвовала в мировом финале, так что она идет наравне с серьезными собаками. Единственная возможная проблема – песок. Что еще? Конечно, ветер сыграет свою роль. Нам нужно держаться вместе, успокоиться. И пусть победит сильнейший. Трикси и ее владелица Тереза Джонс надеются выбить у Коды почву из-под ног. Трикси – чемпионка штата Флорида. Мы все время тренируемся на сильном метро, так что эта погода нам не помеха. Мы с ней справимся. Но никогда не знаешь наверняка. Овчарки, в частности, австралийские, доминируют на этом поле. Сегодня в соревнованиях принимают участие более 10 представителей этой породы. Стоят, молодец, Эра. Эра Дайнемик не будет принимать участие в этих соревнованиях. Так что Лоренс будет выполнять роль ведущего. Вы готовы увидеть лучших собак? Давайте. Вы готовы увидеть их? Начали. Вначале на сцену выходит Трикси. Дамы и господа, давайте похлопаем Тереза Джонс и Трикси, которые приехали к нам из Миллинга, Джорджия. Я рада, что она хорошо провела время. Ей очень понравилась толпа народа и аплодисменты, и ветер. Ей нравилось, когда ей дважды приходилось выполнять один и тот же трюк. Сумасшедшие годы, ее хозяйка Дона тоже готова отчаянно бороться за победу. Кода всегда выполняет все трюки. Отличная работа. Это Майами, штат Флорида. Молодцы. По-моему, она выступила замечательно, с учетом того, что ветер был очень сильным. Мне приходилось думать, куда кидать, потому что из-за ветра диск мог упасть, и кода бы его не поймала. Пришло время готовиться к испытаниям и напрягать мозги. Осталось еще девять участников. Если у них все такие таланты, то судьям придется поломать голову, кому же присудить победу. Сможет ли австралийская обчарка победить в чемпионате? Чуть позже вы узнаете ответ. Качества этой породы, которые привлекают одних, все отпугивают других. Эй, Луна! Луна! Крошка! Познакомьтесь с Луной. Эта собака-спасатель едет к своему новому хозяину. И все благодаря Биллу истину. Привет, малыш. Пошли. Ангел-хранитель в нужном месте в нужное время. Живой характер Луны несколько месяцев назад привел ее в клетку в местном питомнике. Многие заводят этих собак и думают, что могут запереть их в доме или в квартире на 8-10 часов, но так нельзя. Это очень энергичные собаки. Они постоянно должны чем-то заниматься. Несчастье Луны закончилось, когда в питомнике появился Билл, который искал себе собаку для дрессуры. Когда я шел вдоль клеток, она буквально выпрыгнула на меня. У нее был один голубой, один карий глаз. Казалось, она хотела сказать, «Забери меня! Я сделаю все, что хочешь, только забери меня отсюда!» И мы решили забрать ее, и она очень преуспела. Луна и не подозревала, что ее забрали, чтобы превратить в инспектора по термитам. Они отлично подходят для этой работы. Маленькие, очень энергичные, всегда веселые. Они всегда хотят порадовать вас. Это очень важно. После 600 часов тренировок на обонянии, Луна готова рыть носом землю, если можно так выразиться. Билла обуревает разные чувства. Луна отличная собака. Я буду скучать по ней. У нее замечательный рост, и с ней очень весело. У меня двое детей, 3 и 5 лет, и они очень полюбили ее. Но мы еще найдем в питомнике австралийцев, заберем их и будем дрессировать. Вот, Луна, ваш новый сотрудник. Значит, это Луна? Да. Ваш новый работник. Привет, малышка, как дела? Вы ей понравились. Я говорила вам, что она прелесть. Она красавица. Ты хорошая девочка, да? Большинство австралийцев не признают незнакомцев, но общительная в прошлом Луна легко устроилась в новых условиях. Смена хозяев прошла гладко, по крайней мере, для Луны. Ты будешь скучать по своему папочке. Я сделаю тебя счастливой. Хорошая девочка. Первое знакомство прошло. Давай, Луна, пойдем, найдем их. И Ричард Стори вводит собаку в курс дела. Давай, вот так, молодец. Девочка, хорошая девочка. Ее первое задание – обнаружить термитов в частном доме. Тебе нравится в Пенсаколе? Видишь, сколько воды? Да. Ты молодец. Ты знаешь, что происходит. Это прекрасный залив Пердида. Новый дом для Луны, охотница за термитами. Теперь она должна заслужить это звание. Привет. Здравствуйте, мисс Фрейзер. Привет. Я Ричард. Я говорил с вами по телефону, а это Луна. Да, привет, Луна. Красивая собака. Спасибо. Для Луны это первое задание, но Фрейзеры проверяют свой дом уже второй раз. У соседей заберутся термиты. Мой дом проверяли, но я бы хотела еще раз убедиться. Я слышал, что у вас есть собака, и я подумала, может, она найдет то, чего не видят люди. Именно, она может все. Я слышал об этом. У многих домах, которые кажутся новыми, в стенах живут термиты, и Луна может их найти. Ты готова, Луна? Давай, девочка, ищи. Обычных используют скорее как овчарок, а не ищей. Но они знают свое дело. Они работают гораздо точнее, чем люди. Они просто бесподобны. Ищи. Хорошая девочка. Ищи. Они работают с той же скоростью, так что время вы не сэкономите. Но шансы, что она обнаружит термитов, повышаются в пять раз. Австралийские овчарки стали считаться одним из лучших поисковых собак по трем причинам. Неустанность и целеустремленность породы. Давай, Луна, пошли вниз. Они легко соседотачиваются на работе. Мы начнем отсюда. Давай, Луна, ищи. Молодец. И им нравится радовать хозяев. Ищи. 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 Луна, покажи. Молодец. Мисс Фрейзер. Да. Она нашла. Да, вижу. Тяжелая работа. Здесь успех одних означает проблема других. Но отличный нюх Луны сэкономит деньги владельцам домов, таким как мисс Фрейзер. Вы рано их обнаружили, так что теперь вам останется только обработать дом. Я назвал ее молодцом не потому, что она принесла вам плохие новости, а потому, что она хорошо проделала свою работу. Луна продемонстрировала черту, общую для овчей породы. Эти овчарки едят с жадностью волка. Хорошая девочка. Ей платит за это. Чем больше вы их вознаграждаете, тем сильнее они хотят преуспеть. Пойдем. Ты готова? Готова? Тем сильнее их желание работать. Ищи. Ищи. Они там. Ты их найдешь. Ищи. Тем успешнее идут дела. Ищи, ищи. Что ты нашла? Покажи. Хорошая девочка. Посмотрите на термитов. Видите? Она молодец. Три термита в древесине. Она их не пропустила. Видите? Видите их? Да. Посмотрите на Луну. Я нашла термитов. Хорошая девочка. Конец первой части. Все о собаках. Часть вторая. Ты готов, Панчо? Спорим, что готов. Подобная активность вполне закономерна для австралийской овчарки. Хорошая собака. Ковбои и служебные собаки неразлучны, как нитка с иголкой. Посмотрим, что здесь можно сделать. Подкова стерлась. Подобные отношения могут внести свой вклад в просветание любого ранчо. Подкрепимся. Сейчас я подстригаю ему когти. Это как конфетка. Понимаешь, как конфетка. Хорошо. Бакстер Билл и годовалый щенок Панчо Вилла отлично справляются на диких просторах Южный Аризонт. Но никто из них не занимается тем, что ему больше подходит. Панчо очень дружелюбный. Ему нравится веселиться. И он серьезно относится к лошадям. У него есть свои работы и свои обязанности. Он бы хотел работать больше, но у нас нет для него столько работы. Панчо нельзя назвать пастушей собакой, но это ничего. Бакстера тоже нельзя назвать преуспевающим скотоводом. Так же, как и у его собаки, его род занятий менее традиционны. Я пишу о том, что знаю. Бакстер носит почетное звание поэта-ковбоя. Вы когда-либо замечали, что когда вы уходите, а потом возвращаетесь? Для нее не представляет никакой разницы, ушли ли вы на пять минут или на пять дней. Ваша собака всегда рада вас видеть. А кто из людей так рад вас видеть? У меня есть хороший пес, австралийская овчарка. У него один глаз голубой. Я верю, что он меня любит. Я говорю, хочешь пойти со мной? Он не спрашивает. Куда ты идешь? А мы будем проходить мимо видеомагазина? Нет, его это не волнует. Он просто хочет быть со мной. Залезайте. Так же, как две предыдущие австралийские овчарки Бакстера, Панчо и его друг Хэтти, с радостью следуют повсюду за своим хозяином. Расстояние не так важно, как компания. Я бы сказал, что их дружелюбность, погладистый характер, это лучшая их черта. Это удовлетворенность или что? Счастье? Я вижу его морду в зеркале заднего вида. Выходите. Я поймаю Панчо. Это самое большое мучение для собаки на ранчо. Дети и веревки. Собаки их ненавидят. Панчо! Семилетний сын Бакстера Гай зовет собаку Панчо Вилла. Он щенок Гая, а Гай его друг. Они настоящие друзья. Они повсюду вместе. Австралийские овчарки отлично справляются с ролью няни. Они без устали играют с детьми, но их пастушьи инстинкты могут помешать игре. Маленький ковбой должен привыкнуть к тому, что щенок норовит цапнуть его за пятку. Между ними есть особая связь. Так, Гай, иди-ка сюда. Иди сюда. После дрессировки молодая овчарка может забыть о своей привычке хватать за ноги. Но на это нужно время. Так же, как и на все остальные уроки. Панчо! Панчо! Стой на дороге. Это его первый настоящий выход. Пока Панчо еще ничего не видел, и каждая ящерица или птица в новинку для него, он должен все проверить. Хороший пес. Это работа, Гай. Ты никуда не убегаешь. Панчо! Панчо! Ко мне! Ко мне, Панчо! Ко мне! Панчо как шестилетний ребенок. За ним требуется особый уход. По мере взросления Панчо превратится в настоящую овчарку. Он станет таким, какими были его предки, и оправдает все ожидания своего хозяина. Собаки похожи на своих хозяев. И вы не всегда этим гордитесь. И Панчо и Поэт подтверждают эту поговорку. Он любит все исследовать, и я тоже. Да. Хорошая собака. Любители австралийских овчарок скажут вам, что самая счастливая из них — это та, которая охраняет стадо. Но прежде чем заводить эту породу, убедитесь, что вы сможете сделать ее счастливой. Австралийская овчарка получает 4 балла из 4 за энергию. Вопрос в том, справитесь ли вы с ней? 2 балла со здоровьем. Эта порода часто страдает от выеха в бедра и от проблем со зрением. Хотя их зрение считается нормальным, если не сказать хорошим. 3 балла за охрану. Они привыкли охранять. Они иностранно относятся к незнакомцам. 1 балл за потребности. Если у вас нет времени на собаку, выберите менее активную и игривую породу. И 4 балла за разнообразие. Такая разноцветная шерстка — настоящий писк моды. Не смотрите, на сцене появляется эродейнамик. Идет плавная походка. В австралийской овчарке бывает 4 стандартных окрасок. Красный или красный с белым, или рыжими вкраплениями. Далее мраморно-дымчатый, мраморно-красный, и черный с белыми или рыжими вкраплениями, или без них. Но на сегодняшних соревнованиях половля дисков в ризби на окрас никто не обращает внимания. Дамы и господа, мы готовы вынести вердикт. Напряжение возрастает. Трикси и сумасшедшие коды с надеждой ожидают результатов. На третьем месте, заработав 26,8 балла, мистер Азер Джонс и Трикси. И вы получаете деньги. Мне это нравится. 50 баксов. Это вам компенсация за плату за вход. Спасибо. Вы отлично выступили. Дона и Кода все еще надеются на удачу. Второе место из 75 долларов получают мистер Марк Миллер и Бумер. 27,1 балла. Хорошая работа, приятель. Посчитали правильно? Абсолютно. Каждая секунда на счету. Сможет ли Кода занять первое место, или же она не займет ни одного из призовых мест. Первое место мы присуждаем нашей с вами подруге, мисс Донни Шей. Давайте поаплодируем ей. Буря аплодисментов для Кода подтверждает, что австралийские овчарки всегда впереди. Хотите еще раз посмотреть на выступление Дона и Коды? Хорошо. Желание австралийской овчарки учиться и воля к победе отличают эту породу от всех остальных. Донни Шей. Субтитры создавал DimaTorzok